МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Бесаба рухнула 5 лет назад. Все это время в отчаянном состоянии находятся жители жилого комплекса Шапагат. У которых крыша над головой рушится на их глазах. Последствия наводнения постепенно устраняются. В селах Бухаржираусского района завершается строительство новых домов. В суде по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова сегодня жаркие споры. Новые подробности громкого дела в материале наших корреспондентов. Вот и рухнул Кошкин дом. Бесаба рухнула 5 лет назад. Все это время в отчаянном состоянии находятся жители жилого комплекса Шапагат, у которых крыша над головой рушится на их глазах. А теперь и строительство приостановили из-за нехватки финансов в бюджете. Все подробности далее. Жители Бесабы еще полностью не поселили свои обещанные новые дома. На дворе осень, зима не за горами, а люди в панике. Народ возмущен тем, что многие достроенные дома жилого комплекса Шапагат не доделаны до конца, что жить в них абсолютно невозможно. Я проживаю тут с маленьким ребенком, с пожилой матерью на руках. Вот хочу сказать, спросить, когда этот дом вообще гордую сдастся вам? Зимой вот холодно было. А, конечно, ремонт требует качества еще какого-то. Вот эти вот, например, у нас сторона идет на мечеть выходит, у меня восьмой этаж. Как дождь идет, все это проливается, вода туда, в веранду заходит все. Какое качество строительства, конечно, оставляет желать лучшего. Власти выдали жилье около ста семьям и обещали переселить еще столько же семей в новые квартиры. Но в бюджете нет денег на то, чтобы достроить квартиры для бывших жильцов снесенного микрорайона. Больше трех лет они ждут новые квартиры. И, похоже на Василия, они не смогут отпраздновать и в нынешнем году. Вы прекрасно, наверное, историю знаете, что для решения данной проблемы, то есть проблема, это называлось представление жилья бывшим жителям ЖК Бесоба, из правительства по линии чрезвычайной ситуации было выделено полтора миллиарда тенге. За короткий срок построенные дома вызвали недоверие. Как утверждают сами жильцы, в комнатах зимой держатся. Не более 9 градусов. Ветер дует со всех сторон. И отопительных батарей, которые греют квартиры, всего в двух местах. Явно недостаточно. Мы переехали сюда 5 мая 2014 года. Нас было семеро в семье. Не успели обустроиться, потребовали заплатить пять тысяч тенге за свет. Обращались хоть куда, надзора никакого. Детей жалко, никаких условий для нормальной жизни. Аман Тай Барлыкпай, бывший шахтер, имеет большой стаж работы. В данное время является инвалидом первой группы. Говорит, что зимой спит в верхней одежде. Даже родная дочь переехала отсюда спустя год. От безвыходного положения он написал письмо главе государства в надежде какого-либо отклика на ситуацию. Сегодня мы все прекрасно видим этот незавершенный объект. Средства пока приостановлены. То есть подрядная организация честно признала, что у нее средства. И тем более возможности кредитоваться в банках второго уровня нет. Но приостановлены на сколько времени? Когда ожидать с людям жильез? Я вам сейчас категорично не могу это ответить. Но могу категорично заверить, что над этой проблемой сейчас очень активно работает наше руководство. Средства изыскиваются, инвесторы, аналогичные инвестиции изыскиваются. Говорить об этом пока я считаю, что еще рано. Руководство понимает, что обещать чего-либо людям сейчас бесполезно. Уверяет только что, не останется в стороне. А людям только остается ждать выделяемых средств на продолжение строительства. Гульзат Сахва, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. В суде по делу экс-премьер-министра Сирика Ахметова сегодня жаркие споры. Бывший руководитель транспортно-логистического комплекса Ардак Белялов дает показания против экс-акима области Бауржана Абдишева. Экс-руководитель ТО ТЛК Ардак Белялов рассказал подробности строительства транспортно-логистического комплекса. С его слов, в период, когда он возглавлял комплекс, указания по строительству и контроль за ним вел учредитель ТО ГАЗ Габиджуматаев, который в свою очередь действовал по поручению Бауржана Абдишева. Он сам вызывал, я приезжал. А для чего он вас вызывал? По контролю, по отчету по строительным работам касательно ТЛК. То есть я говорил, что мне нужна сумма такая-то для продолжения строительства. Все он одобрял и я говорил с Изликов, Изликов уже мне отправлял на счет ТЛК. Кроме того, в суде свидетель рассказал о том, что по поручению Бауржана Абдишева они вместе с предпринимателем Русланом Сыздыковым ездили в Алматы. Там они изучали опыт работы уже действующего ТЛК. Также Ардак Белялов не скрывал и о электронной переписке с Абдишевым. Со слов свидетеля, в письмах он излагал, сколько и для чего нужны деньги. Экс-чиновник, в свою очередь, давал распоряжение о переводе денежных средств Руслану Сыздыкову, но бывший глава региона Бауржан Абдишев обвинил свидетеля в ложных показаниях. Ваша честь, я обращаю внимание, что свидетель лживые показания дает. В части того, что он меня не знает, то, что он познакомился, только ли мы по проекту ТЛК. Последствия наводнения постепенно устраняются. В селах Бухаржиралского района завершается строительство новых домов, в которые заселились жители, потерявшие жилье во время весеннего паводка. В селе Чекалово Самаркандского сельского округа от наводнения пострадали 80 семей. По результатам независимых экспертов, два дома были признаны аварийными. В настоящее время для этих семей уже построены новые дома с применением современных технологий. Остальным семьям возмещены средства на проведение ремонтных работ и приобретение нового бытового имущества. На общую сумму более 113 миллионов тенге. 62 дома пострадали, из них 12 домов, 13 квартир. Все жители, вот сейчас у нас ход строительства у нас закончен, все владельцы заселены, а у нас по Хазалжару 60 пострадавшие люди, все из государства получили около 15 миллионов компенсаций. В семье в Филипиде 5 человек. Глава семьи занимается скотоводством. Старшие дети работают, а младшие еще ходят в школу. Надежда в Филипиде довольна новым домом. Говорит, что в нем тепло и очень уютно. Хочу сказать слова благодарности. Ну, во-первых, это нашему местному и районному Акиматам за то, что своевременно оказали нам помощь как материальную, так и моральную поддержку. Также строительная организация СДС. Хочу выразить благодарность ее руководителям за добросовестный труд. Ну, особенно хочу поблагодарить ребят-строителей, которые на протяжении всего лета с раннего утра и до позднего вечера работали, не покладая рук, работали честно, добросовестно, качественно. Ну, в общем, ребята, они молодцы, супер. Мы с ними прям сдружились все лето. Хорошие. Ну, всех поблагодарить, всех тех, кто участвовал в строительстве нашего дома. В настоящее время строительство всех 12 домов завершено. А до этого всем нуждающимся было предоставлено арендное оплачиваемое жилье. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Herkule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические книжки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. Сегодня состоялась очередная сессия областного маслехата, на которой с отчетом выступил Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Глава региона в своем докладе рассмотрел самые основные вопросы развития области и проинформировал депутатский состав о проделанной работе и предстоящих задачах. Хотел бы сразу сказать, что на исполнение всех наших планов текущего года непосредственное влияние оказывает не только ухудшение рыночной конъюнктуры на производимую в регионе экспортную продукцию, что снижает объемы валютной выручки и как следствие приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет, но и аномальный поводок текущего года, приведший к значительным материальным издержкам, особенно связанным с разрушением жилья в населенных пунктах, попавших в зону затопления поводками водами. В этих условиях нам приходилось и приходится сейчас принимать непростые, во многом непопулярные меры, направленные на решение возникающих сложных экономических и социальных проблем. В регионе активно ведутся работы по привлечению инвестиций. Так, за отчетный период с учетом завершения строительства железных дорог Аркалык-Шубарколь и Жасказган-Биенео объем инвестиций составил 211 миллиардов тенге или 90% к уровню прошлого года. На 1 сентября 2015 года производство валовой продукции сельского хозяйства превысило 74 миллиарда тенге с ростом на 2,2%. В сфере аграрно-промышленного комплекса реализуются 53 инвестиционных проекта на сумму около 34 миллиардов тенге, а до конца года планируется ввод в эксплуатацию четырех проектов общей суммой 4 миллиарда тенге и созданием 340 рабочих мест. На сегодняшний день полным ходом идет уборочная кампания. На сегодняшний день скошено 480 тысяч гектаров или 73% зерновых. Намолочено 431 тысячи тонн при средней урожайности 9 центнеров с гектара. При плане 70 тысяч тонн засыпано семян 53 тысячи тонн или 76%. Убрано 54% площадей картофеля, собрано 99,5 тысяч тонн. Овощи убраны на площади 607 гектаров и собрано 14 600 тонн. В этом году в рамках реализации второй пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы планируется реализовать 32 проекта с объемом инвестиций порядка 400 миллиардов тенге и созданием более 6 тысяч новых рабочих мест. В 2015 году запланирована реализация 10 проектов на 80 миллиардов тенге и созданием 750 рабочих мест. Амина Смакова, Ожас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Жители Карагандинской области не спешат легализовать объекты недвижимости и свои доходы. Несмотря на то, что акция по легализации длится уже год, результаты оставляют желать лучшего. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков связывает это с плохой работой госорганов. Чиновникам нужно лучше просвещать население о правилах и преимуществах данной акции. Легализация проводится для вовлечения в оборот денег, полученных в результате совершения правонарушений и преступлений, а также имущества. Граждане, легализующие недвижимости и имущества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, за исключением преступлений против личности, против семьи и других категорий. Но население нашего региона не спешит воспользоваться шансом безнаказанно оформить свои доходы. Акция идет по легализации имущества, а результаты пока говорят о том, что у нас до сих пор, как мне кажется, люди даже не знают, особенно в глубинке, что есть такая возможность, даже не возможность, а просто обязанность их в этом участвовать, легализовать то имущество, которое есть. Объектами легализации определены, во-первых, деньги и ценные бумаги, во-вторых, недвижимое имущество, находящееся на территории страны, право на которое не оформлено в соответствии с законодательством. На сегодняшний день по области легализовано всего около 200 объектов. По словам специалистов, проблемы с легализацией возникают в основном из-за неграмотно оформленных документов. Люди не знают, как правильно подготовить и сдать бумаги. Тем не менее, до конца 2015 года планируется легализовать еще 115 объектов по республике. Аким области призвал чиновников вести активную пропаганду акций и правильно объяснять населению все нюансы. Между тем, Министерством финансов страны предлагается продлить срок проведения легализации имущества до 31 декабря 2016 года. Аймамлина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Главные социально-политические вопросы обсудили депутаты на заседании. Были подведены итоги мониторинга внутриполитических процессов, выявления и локализации отчевов социального напряжения. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Основным фактором стабильности общества является функционирование социальной, экономической и политической сферы жизни региона. На повестке дня и обсуждались все эти основные вопросы. Реалитетной задачей в работе управления внутренней политики является организация мониторинга внутриполитических процессов, выявление и локализация отчевов социальной напряженности. В связи с этим нами систематизирована работа по анализу общественных процессов в регионе. В первую очередь, управлением ежеквартально проводятся социологические исследования для изучения настроения наших граждан. По итогам исследований готовится аналитическая записка на имя Акимов области с конкретными поручениями Акимов городов и районов по разрешению выявленных проблем. Анализ 9 месяцев показывает, что благодаря этой системе в этом году было успешно решено более 50 проблемных вопросов. Также руководство дало отчет о сегодняшнем общественно-политическом состоянии, о трудовой деятельности в некоторых регионах. В категории очагов сопряженности, то есть это те очаги, которые требуют незамедлительного решения, мы относим предприятия, имеющие задолженность по заработной плате. Коротко назову отдельно из них. Это в городе Приозерске остается непогашенная задолженность в компании, управляющей компанией «Стройинтеграл», «Балхашэта», «Балхашэнерго», «Тимиртау» «Тройтек», в Караганде медсанчасть поликлиника. Также в связи с затянувшимся кризисом на всех предприятиях группы компаний «Гефест» работникам было выдано уведомление о возможном расторжении трудовых договоров с 21 сентября. Руководитель департамента внутренней политики области отметил регионы, имеющих риск по снижению производства. На 1 сентября таких объектов насчитано по области 15. Гражданские служащие данной войсковой части, они обращались в Министерство обороны по всем своим структурам. Они обращались по всем структурам производства города Балхаша, которые обеспечивают их электроэнергией. Обращались к каким области. И вот завтра отчет о кем области у меня выступления. На этот вопрос конкретного ответа не было услышано. Будет озвучивать и там, наверное, этот вопрос. Я помню, конечно, мы рассмотрим данную ситуацию. Насколько мне известно, прям не настолько критичная ситуация. Но при всем при этом давайте мы отработаем, я вас понял. Депутаты областного Маслихата задали ряд вопросов, на которые руководитель Департамента внутренней политики дал развернутый ответ. Каждый год разрабатывается система по рассмотрению общественных процессов в регионе. Но многие вопросы остаются проблемными и ждут дальнейшего рассмотрения. Гульзат Сахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 22 сентября на пешеходном переходе в городе Балхаш сбили школьника. Водитель, сбивший мальчика, был тут же задержан. Им оказался 52-летний житель шахтерской столицы. При проведении освидетельствования выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Трагедия произошла утром 22 сентября на регулируемом пешеходном переходе по улице Агбай-Батыра, недалеко от школы номер 2 в городе Балхаш. Пострадавший в результате ДТП 14-летний подросток с различными травмами госпитализирован. Судя по результатам экспертизы, на момент совершения ДТП водитель Лихач находился в состоянии легкой степени алкогольного пьянения. Автомашина помещена на штрафстоянку. По официальной информации пресс-службы ДВД Карагандинской области, 52-летнего водителя автомашины марки Сузуки СХ4 задержали на месте ДТП. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. На сегодняшний день сотрудниками полиции начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы. После определения степени тяжести полученных телесных повреждений несовершеннолетним, по настоящему уголовному делу будут приняты законные процессуальные решения, в том числе в части управления транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. К другим новостям. Жителям сортировки рассказали о священном празднике Курбанайт. В Доме культуры железнодорожников состоялась встреча и мама с прихожанами. Граждане смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы на них. Также собравшихся порадовали песнями, стихами и изобильным дастарханом. На встречу побывала и наша съемочная группа. В Доме культуры железнодорожников сегодня особенно оживленно. Дети, молодежь и взрослые пришли послушать о празднике Курбанайт. Пенсионерка Кульпаша Кубинова пришла навстречу не случайно. Уже на протяжении многих лет женщина исправно ходит в мечеть. Со слов Кульпаш, сейчас ее переполняет радость. Ведь раньше, в советское время, она не могла свободно говорить о своей вере. Курбанайт, вы знаете, были времена очень тяжелые для казахского народа. В 30-е годы был голод, в 40-е годы была война. Что мы живем в хорошее время, что у нас все есть для того, чтобы наша страна расцветала и шла по нужному пути. Решили послушать о мусульманском празднике жертвоприношения и работники Дома культуры. Ирина Степанова поделилась, что несмотря на свою национальность и православное вероисповедание, она всей семьей празднует Курбанайт. Традиционно в этот день внуки Степановых ждут баурсаки и угощения. Ирина пытается рассказать им об этом празднике. Мы стараемся также в традициях праздника что-то испечь, угостить, рассказать своим родственникам, что это традиция праздника, то есть идет как поминальный день, поминаем своих родственников. Со слов организаторов данного мероприятия, встреча проводится второй год подряд. Жители не только задавали вопросы имаму, но и читали свои собственные стихи. Курбанайт, Кавулбусын, всем народ, все казахстаны, народ, мы только всегда за народ, за все, то, что мы всегда думаем, читаем, народ, мы всегда мир на нашей земле. Кавулбусын, Курбанайт. Для собравшихся прихожан в холле Дворца культуры был накрыт Дестархан. Все желающие смогли отведать лепешки, щельпек, баурсаки и другие лакомства. Особенно рады этому были школьники. Напомним, Курбанайт начнется 24 сентября и продлится три дня. Казахстанцы смогут отдохнуть только в первый день праздника. Аймаврина Жасулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Профессию выбирают со школьной скамьи. Юные карагандинцы смогли лично проследить за тем, как производят детские качели, горки, манежи и прочую продукцию на карагандинском заводе металлоизделий «Казпласт». Такая увлекательная экскурсия стала возможной благодаря Дню открытых дверей, организованной совместно с Центром по работе с молодежью города Караганды. На самом инновационном заводе школьники ознакомились с процессом работы и раскрыли для себя новые интересы. Завод, оказавшийся в центре внимания школьников, является единственным производителем детских площадок в Казахстане. Подобных заводов в мире всего лишь три. Школьникам показали разные цеха – сборки, покраски и инструментальный, чему они были приятно удивлены. Одна из школьниц Людмила Дудкова о данном заводе слышала и раньше, но никогда не могла подумать, что даже девочкам здесь может быть настолько интересно. Эмоций много, очень понравилось, здесь все очень необычно. И говорят, тут оборудование очень редкое, вообще интересно здесь было, всем понравилось, всем моим одноклассникам. Получили много эмоций, много познаний. Основная продукция завода «Казплас» – различные трубы. Удачи побывать в одном из лучших в стране карагандинском заводе по производству гофрированных труб удостоились 40 школьников. Сам же завод начал свою деятельность всего 4 года назад по карте индустриализации. И уже за такой малый срок смог увеличить объем производства в несколько раз. На сегодня на заводе трудоустроено 50 человек, и каждый из них знаток своего дела. Как говорит директор предприятия, с помощью экскурсий для подрастающего поколения можно вызвать у молодежи интерес к производственным профессиям. Профессии, ну, нам нужны какие профессии? Инженеры, операторы оборудования. Мы своих рабочих и служащих обучали в Германии. Теперь они идут методом, они обучают тех, кто приходит заново к нам на работу. Все хотят работать на новом инновационном заводе. Таких заводов, как наш, их всего три в мире. Это в Арабских Эмиратах, в Италии, ну, естественно, у нас в Караганде. При поддержке местных властей профориентация школьников проводится регулярно. С помощью таких производственных экскурсий подрастающее поколение может изнутри ознакомиться с интересующей профессией и сделать окончательный выбор. Все-таки это выпускники, выпускники должны быть в последующем трудоустроены. Государство очень нуждается в молодых людях, инициативных, которые будут продвигать нашу страну в ближайшее будущее. За час школьникам показали всю инновационную технику и рассказали все или почти все о многофункциональной работе инженеров. И, возможно, после такой экскурсии кто-то из старшеклассников сделает выбор в пользу профессии творца детских конструкций и труб. Ведь именно такие мастера пользуются спросом. А в знак благодарности школьники оставили свои подписи и добрые пожелания в журнале завода. Накануне Всемирного дня сердца, который отмечается во всем мире 29 сентября, жители Караганды смогут бесплатно пройти обследование. Управление здравоохранения Карагандинской области совместно с областным центром формирования здорового образа жизни провели пресс-конференцию и рассказали, как обезопасить свое сердце от заболеваний. Подробности в материале Ларисы Хусайновой. Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Впервые был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации Сердца. Нездоровый образ жизни приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте. А с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Смертность по болезни системы кровообращения, конечно, она в 2015 году несколько даже повысилась в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Но, несмотря на это, сейчас ведется по национальной скрининговой программе охват населения на раннее выявление болезни системы кровообращения. Из 107 тысяч обследованных было выявлено более 4,5 пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией. Национальная скрининговая программа позволяет предупредить и предотвратить развитие осложнений болезней системы кровообращения. Врачи настаивают, чтобы люди не игнорировали свои заболевания и вовремя приходили на обследование. Обследуем по полной программе не только то, что дается по поликлинике, но и отправляем в другие учреждения, как ОКЦ, ННМЦ, город Астаны. В преддверии Дня сердца предглашаю всех на День открытых дверей, который пройдет 26 сентября. В субботу на прием кардиолога будет идти прием без записи. Обследовать свое сердце желающие смогут 25 сентября в областном кардиохирургическом центре и 26 в поликлинике номер 3. По данным Всемирной Федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Соответственно, прекратить употребление табака и вредной пищи. А потребление фруктов и овощей и регулярная физическая активность снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с проведением ремонтных работ по замене аварийного участка теплотрассы в период с 20.00 часов 23 сентября по 27 сентября планируется перекрытие участка автодороги пересечения улицы Ерубаева и улицы Алиханова. Просим извинения за неудобства. Еще об одном. В дни празднования священного мусульманского праздника Курбанайт 24, 25 и 26 сентября определены места забоя скота. Это ТО Арайкизет, что находится по улице Гоголя, 23, 2 и областной оптовый коммунальный рынок Алтын-Сайлау в селе Кукпикты, улица Заречная, 1. До рынка Алтын-Сайлау курсирует автобусный маршрут номер 71 от автостанции Майкудука. Во всех специализированных пунктах созданы условия по убою животных и первичной обработке мяса, отвечающие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Аман Сауголмстер. Аман Сауголмстер.